Здравствуйте, Николай Вячеславович. В день образования Следственного комитета России хотелось бы поговорить об итогах работы за 2003 год. Как вы оцениваете результаты вашего ведомства? Добрый день. Наша встреча традиционная уже. Встречаемся и стараемся быть открытыми и для СМИ, и для общества, знакомить людей, жителей республики с нашей работой. На СМИ окончено 408 уголовных дел о более чем 370 преступлениях. Из них 272 – это тяжкие, особо тяжкие преступления. Привлечено к ответственности и предъявленное обвинение направлено в суд на 448 лиц, совершивших эти преступления. Традиционно работа оценивается в том числе по раскрываемости тяжких, особо тяжких преступлений против личности и половых преступлений. В этом году у нас раскрыто убийством 93% совершения преступлений. По причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего, 100% все 4 преступления, которые были совершены, они были раскрыты. И по насильственным сексуальным преступлениям у нас тоже 100% раскрываемость. Среди оконченных, сложных, резонансных уголовных дел можно назвать, допустим, раскрытие убийства жителя Уджигуты, совершенное больше 25 лет назад. Изнасилование жительницы села Новый Карачай, совершенное 23 года назад. Ряд уголовных дел в отношении должностных лиц, это и сотрудников внутренних дел, и судебных приставов, должностные преступления. Дела в отношении глав сельских поселений, которые, пользуясь полномочиями своими, раздавали земли близким родственникам. На стадии завершения расследования находятся два уголовных дела резонансных. Это об убийстве из огнестрельного оружия около здания ЗАГСа в Черкесске, совершенное в феврале этого года. И о разбойном нападении, покушении на убийство в отношении замглавы федерального казначейства и арбитражного суда, тоже повлекшие федеральные резонансы. Вот остается актуальным вопрос о противодействии коррупции. Каковы итоги в этом направлении и сколько должностных лиц и каких ведомств привлечено к уголовной ответственности? И можете выделить какое-то дело? В этом году окончили мы 40 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Причем в этих 40 делах сидят 139, по сути, преступных деяний, преступлений. Преимущественно это дела о взяточничестве и мошенничестве с использованием служебного положения. К уголовной ответственности привлечено 18 должностных лиц органов местного самоуправления, внутренних дел, судебных приставов, службы исполнения наказания. В их числе два лица особого правового статуса. Это депутаты органов местного самоуправления. Из, наверное, самых интересных и таких необычных дел, которые мы окончили в этом году, это уголовное дело в отношении начальника отдела ЗАГС по Зеленчугскому району. Он обвиняет в совершении 55 преступлений, среди которых взяточничество, служебные подлоги, иные незаконные действия. В принципе, суть его деятельности обширной, она стояла в том, что у него разветвленная группа была поставщиков информации, которые хотели за денежное вознаграждение получить свидетельство о рождении ребенка, который не рождался, не существующего. По сути, все вот эти рождения, да, они дают возможность и на материнский капитал, и на какие-то социальные выплаты, и на какие-то возможности. Он открыл лавку по торговле вот этими вот справками. И нами доказано 55 эпизодов таких преступлений, и дело расследовалось достаточно долго, вот, потому что следовательская база большая, документов много, каждый документ подлежит исследованию. И сейчас мы это дело направили в суд. Но, как бы, я думаю, что на этом мы свою работу в отношении изучения его, как бы, деятельности не завершили еще пока. Не хочется обойти стороной и экономические преступления. Вот, каковы итоги работы в этом направлении? Преступления в сфере экономики, преимущественно, это, конечно, преступления относятся к последственности органов внутренних дел. Есть ряд дел, которые оказываются у нас в силу требований УПК. Это не было зарплаты, это налоговые преступления, это мошенничество. В принципе, мы окончили за 2023 год 85 уголовных дел о 200 преступлениях такой направленности. Из-за совершенных преступлений гражданам и государству причиняется немалый, порой, материальный ущерб. Вот скажите, сколько удалось возместить средств в 2023 году? Возмещение ущерба государству и гражданам совершенного преступлениями – это одно из приоритетных направлений работы Следственного комитета. Этому очень серьезное значение уделяется и работа следственных органов оценивается, в том числе по этому показателю. В 2023 году нам удалось добиться возмещения ущерба на сумму около 190 миллионов рублей. То есть, столько было похищено и возмещено. Это составляет около 90% от суммы всего установленного в ходе следствия ущерба, возмещенного. Но кроме этого, кроме непосредственного возмещения ущерба, есть еще понятие ареста, который накладывается на имущество, для того, чтобы обеспечить его возмещение. Либо обеспечить исполнение приговора. И здесь нами более 200 миллионов рублей было арестовано, наложено арест. Так что, по сути, ущерб нашими действиями, он возмещен полностью. — Хотелось бы поговорить о преступлениях в отношении социально незащищенных граждан. Это детей и подростков, которые вызывают всегда большой резонанс в обществе. Вот мы были наслышаны недавним ДТП, которое произошло в декабре, где погиб 11-летний мальчик. Вот скажите, что известно по уголовному делу и что можно сказать о водителе? Был ли он вменяемым? Был ли он, может, пьян? — Здесь мы стараемся не комментировать дела, которые связаны с несовершеннолетними. В настоящее время все экспертизы не завершены, поэтому комментировать, находился ли обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, я не буду. Он сам, насколько я помню, был несовершеннолетний, поэтому в отношении него ему предъявлено обвинение, в отношении него избранные меры пресечения в виде домашнего ареста и расследование по уголовному делу пока продолжается. То есть глубоких каких-то серьезных комментариев сейчас мы давать не можем по этому вопросу. — Скажите, какие приоритетные направления в работе вы выберете для себя в 2024 году? — Приоритетные направления работы Следственного комитета установлены уголовно-процессуальным кодексом. Это расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности, это преступления на сексуальной почве, это налоги, это невыплата заработной платы. И, конечно, огромное значение уделяется в нашей работе в социальной сфере, в социально незащищенных прав граждан. В прошлом году направили в суд уголовное дело по невыдаче жилья детям-сиротам. Министерство имущественных отношений просто ненадлежащим образом свою работу выполняли, и деньги, которые, в принципе, выделялись и могли быть на это потрачены, они не использовались и возвращались назад в бюджет. И очередь из детей-сирот стояла и даже прирастала. И только после нашего вмешательства, в принципе, работа сдвинулась, денег стало выделяться больше, деньги стали тратиться полностью. И неоднократно слово благодарности от тех, кто уже давно не дети, кому уже за 30, получают, наконец, свое долгожданное жилье. Работа в социальной сфере – это тоже одно из приоритетных направлений работы с детственным комитетом. Николай Вячеславович, и в завершении нашего интервью поздравление своим коллегам с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, мы совместно выполняем очень тяжелую, очень ответственную, очень социально значимую работу. Вы все профессионалы, вы все специалисты своего дела. И огромную часть своей жизни, своей души вы отдаете работе кабинетной или на месте происшествия. Я хотел пожелать вам и вашим близким всем крепчайшего здоровья, терпения, благополучия, чтобы в домах ваших всегда получился свет, было добро, была любовь, ну и достаток. Спасибо большое за возможность работать с вами. Николай Вячеславович, я в свою очередь поздравляю лично вас и весь ваш профессиональный коллектив с Днем образования Следственного комитета России. Отличных успехов вам в работе в 2024 году. Спасибо за интервью. Спасибо вам большое.